Всем привет, с вами Бигз. Сегодня я расскажу вам топ 5 самых лучших бравлеров в Браузерс. Сразу говорю, это лично мое мнение. И тут может быть топ очень разный, потому что это мое мнение. Ладно, погнали. Ну а пятое место я хочу отдать Нити. Да, Нити. Почему? Во-первых, она может стрелять через банки, и тем самым она может ломать очень много банок и может убивать через одного бойца. Это очень помогает в этой битве. Минус, конечно, то, что атака маленькая, но урон у нее сильный. Нита спавнит медведя, который может убивать их. Это он и делает. И он будет гнаться за своим противником, тем самым мы можем стоять за ним и прятаться. Не знаю почему, но Нита занимает топ 5 место. Переходим к следующему. Это место я отдаю Бео, этой пчелке. Рассказываю почему. Минус сразу же в том, что тыка одна, но плюс очень большой урон. Ульта у нее очень помогает, когда она играет против многих игроков. Она станет... Ну как станет? Она замедляет своих противников и не дает им почти ходить. За это время Бео может убить хорошо. Когда попадет один раз противника, заряжает один супер атаку. Я называю его так. И он наносит намного больше урона. Тыдыщ. Сразу 3-300. За одну тыка это с одной банкой. Бео очень клевый боец, всем советую. На третье место я отдаю Джейси. Джейси очень хороший боец, так как может ломать сразу много банок, потому что у нее отрикошечивает атака. Это очень помогает, когда ты борешься... Ну, сражаясь с 5-ю или 6-ю бравлерами. Ну, или когда ты просто ломаешь банки. Ульта Джейси ставит турельку, которая наносит урон. Кстати, хороший такой урон. Но это плюс в том, что она может отрикошеть. Но минус... Там можно считать, минусов нету. Но вы спросите тогда, почему я поставил ее на этом место? Так как Джейси можно спокойно закрытить и все. И ничто не будет, потому что у Джейси мало хп. Да и же на 5 банок у нее всего лишь 6. Второе место я дам нашей легендарочке Спайку. Второе место, потому что он ближник. Плюс то... Плюсы... Плюсы то, что у него разлетаются шипы. Минус то, что он ближник. И... Сдалека он, конечно, может нанести, но урон будет маленький. Ульта Спайка кидает шипы, которые останавливаются на некоторое время. И так же, как ульта Бео, не дает двигаться... Ну, замедляет, короче, своих врагов. И наносит урон плюс. Это очень хороший плюс. Ладно, переходим к следующему бойцу. Первое место, по моему мнению, заслуживает Бель. Почему именно Бель? Ведь Бель это просто обычный хроматический боец, который ничего не делает. Плюсы то, что у нее очень длинная атака. Это первое. Второе. У нее атака передается. Это делает так же, как Джесси. Это, получается, смешанная Пайпер-Джесси. Потому что длинный урон, как у Пайпер, передается, как у Джесси. Это сразу хорошо. Ульта у Бель наносит какой-то там свой урон. И остается на противнике до того момента, пока противник не умрет. У Бель очень хороший урон. Поэтому она может убить почти всех. Но Бель также легко закрысить, как ту самую Джесси. Но вы можете сказать, почему ты не добавил в топ того же самого, например, Брока. Или там Фрэнка, хотя который встанет и очень хорошо сражается. Я скажу так. Это мое собственное мнение. И я вот за этих бойцов очень хорошо наваливал. Из-за кого я больше всего побеждал. И вот это все делал. Типа выигрывал, побеждал, убивал. Я засунул в этот топ. А с вами был Бикс. Всем удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok